У меня принцип геометрическая прогрессия, там где 10, там и 20 будет, где 20 и 40. Вот за неделю я поняла, что 50 человек уже готовы помочь. Тогда зачем нам останавливаться на одном детском доме, когда можно все из кого захватить? Если наши дети научатся думать о других, то мир станет ярче. Мои родители думают о других, соответственно, то же самое пойдет, то есть портрет семьи будет. Мой принцип путешествия – это не останавливаться в отеле. То есть я всегда останавливаюсь у местных людей, и они мне сами показывают места. У меня очень много было туристов, около 50 стран точно. То есть для меня не проблема делиться своей квартирой, потому что это все материальность, материальность мы никуда к себе не унесем. Программа «Диалог». Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Айгуль Калиева, блогер, человек, который любит жизнь, любит путешествия, любит делать добро. И автор, и организатор проекта «Шубокс». Скажи мне, пожалуйста, что за проект, как к тебе пришла идея? Расскажи, что такое «Шубокс» и откуда вообще это появилось? Ну, первый проект «Шубокс», он пришел ко мне в голову в прошлом году, в ноябре. Я просто сидела, и мне было очень скучно из-за пандемии. Вот пришла эта идея что-то сделать, и захотела сделать это именно для детишек. Вот, и для тех детей, у кого нет родителей. Детей-сирот. Да, для детей-сирот. То есть само название «Шубокс», «Шубокс» — это коробка, точнее, «Шубокс» — это обувь, а «Бокс» — это коробка. Ну, я понимаю, что у нас у каждого дома есть пустая коробка, потому что мы можем себе позволить купить эту обувь. Вот, и захотелось именно из этой коробки собрать в эту коробку все то, что ты бы хотел собрать своему малышу, например. То есть первая цель этого проекта — это собрать туда свою любовь, потому что энергетика очень важна, и все, что ты дальше будешь туда собирать, это уже будет пропитываться любовью, и ребенок именно это может почувствовать. Потому что дети — это очень чувствительное сокровище в нашем мире, и я считаю, да, надо украшать этот мир. И «Шубокс» создан для того, чтобы открыть сердца. И что, к тебе пришла идея? Вот ты сидела так, и пришла идея. Да, к мне пришла идея. И что дальше было? Как ты ее рисовывала? На протяжении шести лет я просто, ну, как волонтер, скорее всего, да, то есть волонтер-одиночка, езжу по детским домам, просто помогаю, общение с детьми, в чем они нуждаются и так далее. Вот, и я решила попробовать хотя бы одному детскому дому помочь. Там было 28-37 человек. То есть, в принципе, у меня круг, окружение большое, я подумала, почему бы и нет, каждый из моих друзей могли бы собрать, и мы бы могли там порадовать тех же 37 детишек. И кому сперва, вот со своей идеей ты пришла? И как, поддержали ли ее? Да, вот вечером того же дня я пришла к друзьям и начала спрашивать, ребят, ну, что думаете, такая-такая-то идея пришла. Ребята такие, ну, все, мы за. Да, я потом начала звонить дальним друзьям, ну, кто из других городов. Такая идея появилась, что думаете, да, хорошо. То есть около 10 человек сказали «да». И у меня принцип геометрическая прогрессия, там, где 10, там и 20 будет, где 20 и 40. Вот, за неделю я поняла, что 50 человек уже готовы помочь. Тогда зачем нам останавливаться на одном детском доме, когда можно все из КО захватить? Вот, по СКО у нас было около 250 человек, и где-то с 13 ноября по 18 декабря получилось всех до единого, каждого ребенку, приписать участника. Ну, это было круто, и я поняла, что все возможно. А что было самого крутого? Какой момент был самый крутой? Ага, самый крутой — это было, наверное, вот это вот волшебство, которое ты видишь. То есть я ездила потом по детским домам, чтобы привезти эти подарки. И вот реакция детей у одной девочки, она, например, у нее был очень, ну, тяжелый такой период, там он связан с ее родителями, что они не смогли ее забрать в силу там своих личных обстоятельств. И вот ей не хватало вот этой любви, и она просто такая смотрит на меня и спрашивает, а как это возможно, что незнакомый мне человек подарил мне вот столько? Вот, то есть она открыла коробку, она понимает, что там не просто были конфеты и так далее, к чему, в принципе, детки привыкли. А там было, ну вот... А что там было? Вот, например, у нее были и блокнотики, то есть там вот кто ей собирал, подошло, там то ли плачешка, то ли футболочка. То есть она вот так вот все смотрит и понимает, что я в это не верю. Ну, это действительно со мной происходит, ощутните меня, пожалуйста. Вот. Потом в другом детском доме малышка, она вообще просто бегала по детскому дому и кричала, посмотрите, у меня это подарок, это вообще так классно. И она каждому, вот каждому ребенку показала, что у нее в коробке. То есть это вот, ну вот эти вот моменты, они бесценны. Один детский дом, я пришла, например, когда в момент они начали открывать эти коробки, мне просто захотелось уединиться и посмотреть это со стороны. Я просто ушла никуда, ну вот, сидела возле подоконника и наблюдала за вот этой классной картиной. Ну, я считаю, это счастье, это момент счастья. Это тогда, когда человек чувствует, что в глубине у тебя столько всего там находится. И все это благодаря детей. Айгуль, а были какие-то, вот на этом пути были какие-то, ну, я не знаю, непонимания, может быть? Да, да, конечно. Знаете, до проекта сколько было недоверия. Да, до проекта. Потому что вдруг кто-то собирает куда-то. И они думают, ну, как бы, человек, который не был в этой сфере, он и не поймет, в принципе, это. То есть здесь чисто идет доверие. Вот. И мне приходили вопросы, типа, а коробка дойдет до детского дома? А кто вы такая? Или такие реплики были, я надеюсь, что дойдет коробка. И вот когда происходили вот такие негативные, я надеюсь, что дойдет коробка, я просила забрать коробку назад и подарить своему ребенку. Ну, то есть чтобы… Не забирали? Нет, они понимали, что я имею в виду, да. То есть потом мне перезванивали и извинялись. Они понимали, что я хочу донести. То есть если вы участник, ваша карма — собрать эту коробку, положить туда Любовь, запечатать, упаковать. Остальное я беру на себя эту карму. Я беру такую ответственность, да. То есть доставить… Донести, довести, доставить. То есть мне эта коробка в принципе не нужна. Но увидеть, что это коробка у ребенка, это на самом деле больше, чем собрать эти коробки, да. То есть процесс и результат — это просто, ну, полон эмоциям. И человек не будет доверять до конца. Особенно вот с нашим менталитетом интересно. То есть пока он не увидит отчет, а я делала отчеты, я делала фотографии, то есть чтобы была обратная связь для участника. Им очень это важно, я это понимаю. Я старалась делать видео, то есть как они открывали, что они там искали. И после проекта, конечно, совершенно картина настолько поменялась, что было очень приятно получать отзывы позитивные, что люди, скорее всего, просто не ожидают, что это возможно и что… Что вообще кто-то взялся и начал этим заниматься. Да, и что мы можем это сделать. Просто так. Помнишь этот мультфильм? Просто так. А почему просто так? Да. Потому что хочется подарить хорошее настроение, состояние. И хочется, чтобы люди были более открыты этому миру, чтобы люди доверяли. Хочется, чтобы они доносили радость, чтобы они, знаете, не только о себе, вот я какая хорошая и ты дальше, чтобы они думали о других. Если наши дети научатся думать о других, то мир станет ярче. Потому что семья, дети, наших детей уже будут видеть, что они думают, мои родители думают о других. Соответственно, то же самое пойдет. То есть портрет семьи будет. И мы так сделаем, мир ярче. А мир нуждается в этом. Мир нуждается в доброте и в красоте. Скажи мне, а как в этом году? Ты же в этом году продолжаешь этот проект, да? Что в этом году? Да, расскажи, пожалуйста. Ну вот в плане, что мне стало очень легко. Это вот прямо спасибо всем участникам. Я поняла, что в этот раз у меня не будет настолько эмоционально тяжело, как в том году. Потому что, скажем так, 30% участников остались. Но они, мы помним про ваш проект, кто-то ждал его. То есть на протяжении всего года, наконец-то он пришел. То есть вот. Ну, мы тоже участники этого проекта. Да, я помню. На самом деле тоже ждали. И через этот проект мы с тобой как раз познакомились. Какие у вас были эмоции, когда вы собирали этот круг? Были потрясающие эмоции. Это мы с супругом ходили, покупали. Нам мальчик достался, кстати, сказать о том, что очень правильно, что это именно адрес на каждому ребенку. Но при этом мы не знаем, кому. Мы знаем, что там ребенок, например, 14 лет или 13 лет, мальчик или девочка. Мы собирали парню, я считаю, 13 лет. И тоже какие-то вещи. Это было очень волнительно. Это было очень так. Действительно, это раскрывало сердце. Потому что закладывали в коробочку подарок, да, там какие-то вещи. Мы прям думали, как будет ребенок. Представляли, как ребенок будет это открывать, и как он будет радоваться. Да, когда ты представляешь ребенка, тебе намного легче уже собирать. То есть мне всегда очень часто, вот до сих пор звонят и спрашивают, я не знаю, что собрать. Подскажите, пожалуйста. Я говорю, настройтесь на ребенка. Вот представьте просто его. Вот примерно 12 лет. Все. Если вы его представите, неважно, девочка или мальчик, у вас это вот по щучку пойдет. Все, что надо, это настроиться внутри. И все. И люди просто пишут, а, все понятно. Понятно, да. Ну, то есть не надо говорить, что туда ложить. Просто настройся, и она с ума пойдет. Айгуль, что в этом году? Ты говорила о том, что привлекаются уже, звонят с других областей, что-то с других городов. Расскажи об этом. Ну, получается, в том году у нас участвовали с Алматы пару человечков, ну, скажем, 2-3 человека. То есть они присылали сюда подарки? Они через, ну, мои друзья, соответственно, то есть мои друзья присылали сюда подарки. Они присылали по, насколько я помню, по поезд, через поезд. Вот. И со Станы участвовали. Со Станы человек 8-10. То в этот раз 10-11 человек было с Алматы только, и около 15-16 человек со Станы. То есть я понимаю, насколько это уже... География начинает расширяться, да? То есть волна идет. Одна девушка с Атырау. Это самый дальний гость на сегодняшний день. Потом мои друзья с Южной Африки, с Англии. Они живут, проживают сейчас в Алма-Ате, они преподают в иностранной школе. Они тоже в этом участвовали. То есть с Караганды участвовали сегодня, да, вот скажем, с Кокчетава. Ну, то есть я понимаю, что на следующий год это можно уже масштабным делать. То есть на сегодняшний день мне важно собрать именно участников. То есть в том году я разрешала давать там две коробки одному участнику, то в этом году принципиально один к одному, чтобы было больше участников. И, соответственно, на следующий год, ну, хочется уже Акмолинскую область тоже захватить. То есть дети, они же везде есть на самом деле. Они везде есть на самом деле. Их просто надо найти и все, ей помочь. Ну, как-то так. Айгуля, я тебе желаю, чтобы вот этот твой проект, твоя идея, она расширялась, чтобы это, знаешь, как волна добра и любви распространялась. Да, спасибо. Чтобы больше-больше людей слышали об этом проекте, привлекали в него. И как можно большему количеству детей, которые остались без попечения, без родителей. Вот хотя бы вот так, да, на Новый год, чтобы раскрывало сердце, и ребенок понимал, блин, обо мне кто-то помнит, кто-то там не собирал вот это. Это настолько уникальное ощущение состояния. Да, спасибо. Айгуль, помимо того, что у тебя такая замечательная идея, ты у нас блогер и рассказываешь о путешествиях. То есть три факта о стране, где я нахожусь, или о городе, где я нахожусь. Вот именно так, да? Через это ты рассказываешь? То есть я стараюсь дать людям факты такие, которые нет в интернете. Ну то есть через опыт, который я сама прожила. Через который ты сама прожила, да? Да. В скольких странах ты уже побывала? Скажи, пожалуйста. На сегодняшний день около 27, скорее всего. Ну то есть я уже счеты сбилась, когда было 20 стран. Мне уже неинтересно считать. Мне интересно именно опыт получить в той или иной стране. Ты ведь еще очень необычно путешествуешь. Выбрала вид такое путешествия, соло-путешествия, да? Да, автостопом. И автостопом еще. Стоперы. Да. Автостоперы, да? Что это такое? Вообще сразу приходит на ум батюшки, девушка одна где-то там, автостопом в какой-то другой стране. Что это? Почему это вдруг именно так? Автостоп — это вообще психология плюс география. То есть я когда училась в школе, я всегда думала, когда мне эта география пригодится? Она в принципе мне пригодилась. То есть автостоп, он тебя учит самостоятельность, смелости, понять, что есть добро, и оно совсем вот рядом. Оно на дорогах в принципе. То есть ты понимаешь, что негатив надо вообще оставлять где-то позади. То есть когда ты выходишь автостопить на дорогу, ты должен быть открыт этому миру, и люди просто остановятся. И у них не будет никаких там негативных по отношению к тебе, да, каких-то мыслей. Мыслей, да. Они просто остановятся, потому что они хотят помочь вот этой вот девочке, которая стоит там с 20-килограммовым рюкзаком. Ну то есть автостоп, он меня научил много чему. Ну вот в плане той же коммуникации, в плане проявления любви, открытия сердца, верить, доверять. Это важно. Автостоп, он меня этому научил. Соответственно, на дорогах я всегда встречаю таких же безумных людей, как я. Ну да, наверное, это безумство, я так думаю. Да, я думаю, это безумство. Да, такое своеобразное, да? Да. Ну то есть это смелость и безумство, и я этого не боюсь. Ну и доверие, безусловно, доверие миру. Да, доверие миру. Доверие миру, доверие потоку, в который ты попадаешь, и когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Да, да. То есть моя задача — это донести вот этот свой позитив до того же водителя. Мы просто потом едем и смеемся по дороге. И водители, они очень-очень интересуются именно, а как? А как? А как, да, решила? То есть я ездила автостопом, и парнишка, он вообще молчал. Вот целый час мы ехали, он молчал, а потом мне просто в Инстаграме написал. Я только что понял смысл своей жизни, благодаря тому, что делаете вы. Я такая, ну, круто. То есть донесла. Твоя первая страна? Первая — это Америка. Америка. Я тогда участвовала по программе «Обмен студенчеством», и вот мы попали в эту программу, и я начала ездить. И именно там я встретила людей-путешественников, которые сказали, а ты знай? Оказывается, можно путешествовать-то совсем дешево. Такая, что, серьезно? Ну да, есть каучсерфинг, есть автостоп, есть обмен опытом. То есть мой принцип путешествия — это не останавливаться в отелях. То есть я всегда останавливаюсь у местных людей, и они мне сами показывают места. Второй мой принцип — это не смотреть достопримечательности типа Эйфелевой башни. Ну, я когда была в Париже, я просто приехала на Эйфелеву, сфоткалась, и, друзья, все, вот, галочка. Все, знаете, да, галочка. Остальное я пошла уже внутрь самой страны, самого города. Все, мне дальше интересно, где люди кушают местные, куда они ходят в свободное время. То есть они 100% не стоят у Эйфелевой башни и такие снимают. Это нет, им это неинтересно. То есть я вот такое больше люблю. По поводу финансов, ну, мой рекорд — это Грузия, я там потратила только 20 долларов. То есть я месяц путешествовала, автостопом. Месяц? Да, и потратила 20 долларов. На тот момент это около 8 тысяч в деньгах. То есть, да. Потому что это за счет того, что коммуникабельность, общительность, открытость этому миру. Ты открываешься, люди к тебе открывают. И мир тебе дает, да? Да. Дает возможности, дает людей. И умение принимать. То есть я научилась принимать. Я раньше, вы что? Нет. А можно я вас угощу, пожалуйста, на обед? Вы что? Нет. Я сама и учебная. Самостоятельный человек, у меня деньги есть. Нет, на самом деле это не то. Хочет угостить, пожалуйста. Ты обмениваешься энергией. Вот. Я даю тот опыт, который я покажу с этим человеком. Потрясающе. Да? Потрясающе интересно. Прозвучало такое у тебя сейчас выражение каучсерфинг. Что это такое? Каучсерфинг – это кауч – это диван. Сёрф – это в поисках дивана. Вот как раз, да. Вот в поисках дивана. В поисках дивана, да? Это огромная платформа. Есть приложение такое, где ты смотришь, у кого можно остановиться. Там вот местные люди сидят. И, допустим, они открыты к принять гостей. Вот смотри, смысл каучсерфинга – это есть платформа, на которой люди, куда люди регистрируются, заходят и предоставляют либо себя в качестве гостя, либо в качестве того, кто может принять гостей. Правильно? Да, всё верно. То есть, соответственно, это как раз и программа, которая учит тебя обмену. Ты даёшь, и ты получаешь. Это такая платформа гостеприимства, да? Да. И это бесплатно при том? Да, это бесплатно. У меня очень много было туристов, около 50 стран точно. То есть, у тебя уже дома, да? Да, в гостях были, да, да. То есть, для меня не проблема делиться своей квартирой, потому что это всё материальность, материальность мы никуда с собой не унесём. Гуль, а как вот сразу первый вопрос? Приедет чужой человек в твой дом, и что, и как, и как там оставить ему ключи, или ещё что-то, да? Ну, первое – это я готовлю, стараюсь готовить кушать этому человеку, потому что я знаю, насколько это тяжело идти автостопом или ехать, и ты просто устаёшь, и ты хочешь первое – это душ, второе – это хорошо покушать. Вот, и я обязательно готовлю что-нибудь. Моя фишка – это плов, хоть это и узбекский, но дадеша я ещё не доросла, это не моё, вот. То есть, я знакомлю их более с таким обычной едой. И получается, вот ты как тот, кто принимает, да, людей, какие люди к тебе приезжали? Откуда, с каких стран? Люди классные, вот прям, то есть, самый такой запомнился мне с Аргентины парень, он путешествовал автостопом три года по всему миру, да, и то есть, и он даже как, да, он общался с семьёй, аргентинцы, они очень семейные, то есть, они похожи на казаков, семья там и так далее, но он путешествовал, его поддерживали, его родные и так далее. Семейный путешествовал, да, то есть, это вот внутреннее какое-то такое, да? Да, это вот внутреннее, да, это когда человек уже в поисках себя, скорее всего, начинает путешествовать. А вот, кстати, вот, кстати, об этом сразу, что для тебя путешествие? Путешествие? Да, когда ты собираешься в путешествие, что вот это для тебя? Путешествие — это я, то есть, я понимаю, что в путешествии, ну, я есть я, я сама с собой, да, то есть, здесь где-то нам приходится играть, нам приходится одевать маску, да, и так далее. В путешествии ты такой, привет. Я наедине с миром, да? Я наедине с собой, я наедине с миром, и я понимаю, там, где я, там позитив, там люди улыбаются, вот, как-то, ну, путешествие, оно тебе открывает здесь, кругозор. И здесь, здесь, и здесь, и, наверное, это всё в такой гармонии происходит, да? Да, это гармония, то есть, я не помню моментов, когда мне хотелось домой и назад приехать, потому что я понимаю, я здесь и сейчас, и проживать здесь и сейчас — это ключ, скорее всего, я думаю, ну, то есть, ни о чём не жалеть. Айгуль, у нас время программы, оно ограничено, мне-то хочется много у тебя спросить, узнать, скажи мне, самый твой необычный, может быть, опыт в какой-то стране, которая тебе запомнился, вот прям вот навскидку. Ну, то есть, самые яркие страны для меня — это три. Это Португалия, Грузия и Шри-Ланг. Совершенно три разных страны, три разных менталитета, но они настолько уютные. Уютные? Их объединяло, да, их объединяло уют, и это маленькие страны, а я поняла за собой, что мне комфортно в маленькой стране, потому что там настолько всё уютненько. Там нереально потеряться, там нереально тратить время доезжать, вот как в Нью-Йорке, например, я тратила там по два часа, чтобы доехать от Манхэттена до Бруклина и так далее. Я не люблю это, я очень люблю своё, ну, я ценю своё время, и мне оказывается комфортнее всё-таки быть в маленьких городах. Мне кажется, люди в маленьких городах, они более искренние, Они готовы тебе подсказать, ну, в плане они, как сказать, для них время, чтобы помочь без проблем. То есть в Нью-Йорке, там где-нибудь в Париже, в Барселоне, там люди всё равно спешат, и ты не знаешь, а стоит мне его спросить, или всё-таки пусть идёт на работу, то есть там всегда вот это. Тема выбора, а здесь можно обратиться, да? Да, да, Шри-Ланка, Португалию и Грузию. И что за опыт, который, может быть, мне хотелось бы, чтобы ты, наверное, рассказала про Непал. Про Непал? Да. Да, именно про Непал, да. Это самый интересный опыт, потому что в Непале я застряла на полгода из-за ковида. Коронавирус и пандемия тебе как раз помощь были, да? Да, я находилась в Индии, когда 12 марта начали закрываться все страны, и я понимаю, что мне либо ехать в Казахстан, либо на Мальдивы, либо Непал совсем рядом. Но я думаю, для Казахстана я ещё не готова. Что мне дома делать? Я ещё не созрела завернуться, да? Да, я ещё вообще не готова. Мальдивы, я понимаю, если я застряну, там очень дорого, пока не выгодно. А Непал — это похожая, схожая культура с Индией, по деньгам у них тоже очень схожие рупи. Я понимаю, что я, в принципе, спокойно могу побыть пока в Непале. Непал ещё не закрывался для казахов, слава богу, потому что у нас в Казахстане только в марте, в конце марта, да, по-моему, и в апреле начали закрываться. Я поехала туда со своей подружкой, которая познакомилась в Индии. Вот, мы вдвоём приезжаем в Непал, и у меня смотрят паспорт, такие, о, Казахстан, окей, гоу-хэтс, проходи. И её задерживают и отправляют домой. И вот, ну, как-то я понимаю, что это шанс, это шанс побыть в этой стране. Остаться здесь, в этой стране. А ты там ещё не была, да? Нет, я там до этого ещё не была. Вот, и, соответственно, конечно, я этот шанс, я схочусь за него. Я из тех, кто любит вот эти вот путешествия. Всё, я приехала в Непал. Я успела пропутешествовать даже в других городах до того, как Непал закрыли. Вот, и в итоге, когда нам уже сказали, всем туристам объявили, друзья, давайте выбирайте город, где вы хотите быть, потому что мы закрываемся тоже. И города тоже, да. Да, между городами. Ну и всё, и мне захотелось почему-то в джунгли. Это провинция Читван. И я там, знаете, как вообще здорово было. Как там было здорово. Ну, получается, поначалу я приехала туда, я понимала, что отель надо будет, потому что люди понимают, что пандемия, а ты ещё и белый, иностранец. Ну, то есть они будут бояться. Вот. Ну, хорошо. Я пришла в отель и со своей опять же коммуникацией донесла мысль, что давай один доллар в день, хорошо. Он такой, окей, no problem. Я такая, ничего себе. И так бывает. Да. Пока что я жила за один доллар, пока я там жила, ну, скажем, месяц, да. Я дальше общалась, я двигалась, потому что Непал — это крыша мира. Соответственно, то есть если смотреть самолёт, это будет первая страна. И вирус пока поднимется в эти горы, ну, это долгое время займет. Поэтому у нас не было ни одного заболевшего. До мая. Вот прям железно ни одного заболевшего. И, соответственно, мы были, мы ходили без масок. Я уже общалась. Вы были свободны. Да, мы были свободны очень. И ребята подходили, общались, я со всеми общалась. И в итоге я встретила одну классную семью, и они мне предложили у них бесплатно жить. Вот. Я такая, ну, окей. Я поблагодарила своего, который отель мне предложил. Я его поблагодарила. Говорю, ну, меня семья пригласила. Вот. И чтобы в той семье не быть потребителем постоянным, да, я предложила им взамен учить их английскому языку. Детей, да? Да, детишек, да. Это было круто. Мы расставались, дети просто плакали и кричали, типа, что? Когда ты вернёшься. Ты с ними общаешься? Да, мы поддерживаем связь с ними, да. Здорово. Да. Страна очень классная. Классная. Да, она настолько… Она бедная, но она ценит всё, что у неё есть. Это ключ Непала. То есть они стоят с рассветом все, потому что солнце встало, да, и они ложатся с солнцем. Ну, то есть они благодарят за то, что солнце пришло, оно им дало свет. Они живут в ритме с природой, да? Да, очень-очень с природой они живут. То есть я просыпалась всегда по звон слона, он сзади меня всегда находился. То есть у них 350 слонов было домашних. Это домашние слоны, да? И он всегда кричал, я хочу мыться, да, и постоянно это было под моим окном. Ты с ним общалась? Да, я приходила, гладила, ну да. Общение со слонами – это другая тема. У нас носороги ходили. То есть когда носороги ходят, мне сразу сказали, бегать надо с зигзагом, например. То есть такие нюансы, да? Да, если такое будет что-то. Но так как люди уже привыкли к носорогам, мы просто расходились. Типа король идёт. Столько много интересного. Я тебе желаю, чтобы все твои путешествия были вот такими же позитивными, чтобы они расширяли не только твой кругозор, твое сердце, чтобы ты делилась этой энергией со всем этим миром. Вот, чтобы проект расширялся тоже, и в него приходили всё больше и больше людей. Да, да и бог. Да. Люди к нам. К нам, к нам. Вот. И мне хочется, чтобы ты поделилась несколькими советами, как бывалый путешественник, с нашими зрителями. Ну, первое, это хочется сказать людям, чтобы они были открытые, чтобы они открывали свою сердечную чакру. Это очень важно. И если люди будут открыты, к ним будут тоже тянуться те люди, которые уже с открытым сердцем. И тем самым хочется, чтобы в людях было больше добра, доверия. Потому что добро, оно должно дальше распространяться по цепочке. И хочется, чтобы мы замечали именно добро вокруг нас, а не те негативные новости и так далее. И когда это будет, мне кажется, мир действительно станет ярче. Надо думать всегда о том, кто рядом с тобой. То есть если мы будем думать об окружающих, тогда мы сможем сделать что-то в этой жизни. То есть не всегда я — я, а что есть ещё люди. Потому что я — есть люди.